Группе туристов из Екатеринбурга сегодня несказанно повезло. Во-первых, теплый солнечный субботний день, а значит фотографии на фоне Северской Домны получатся красочными. Во-вторых, для гостей музейного комплекса приготовили эксклюзивный моноспектакль. В главной роли экскурсовод с театральным образованием Антон Подкорытов. Он прекрасно вжился в роль рабочего и очень эмоционально рассказал о том, как раньше трудились на заводе. Во-первых, горячее дутье будет и в домну, и в котельну. Шутка ли? 430 кубов каждую минуту! Это ж какая канон! Да, помышлял и варен Алексей Федорович Турченинов под таком в 1658 годе, когда адмиратрица указом своим три завода, Полинской, Сесерский и Досеверский, где ломоченьки передала. Этот моноспектакль стал яркой изюминкой экскурсионного маршрута по доминому цеху 19 века. Те, кто видел эту театральную постановку с натуральными декорациями, убеждаются – в музее могут удивлять. А кто впервые наблюдал за этим, понял – хочет вернуться сюда снова. С мужем стали ездить по выходным в разные места. Вот здесь мы первый раз, но очень понравилось. Мы еще не все обошли, но надеюсь, что еще тут останемся. Может быть, еще второй раз спектакль посмотрим, потому что очень нам артист понравился. Прям великолепно. Я уже приезжаю не первый раз. Мы очень часто привозим сюда группы наших сотрудников Центра бизнес-услуг. Нам очень нравится. Каждый раз Северская домна открывается по-новому. Каждый раз экскурсоводы умеют удивлять. Вот как раз сегодня был моноспектакль. Это очень приятно удивило. Открыло для нас домну с другой стороны. Нам очень приятно сюда приезжать. И хотелось бы еще, чтобы домна развивалась. Сегодня в выставочном зале музея расположена выставка «Горнозаводской мир. Люди. Горзаводы». Она заканчивает свою работу. За два месяца ее посетило около 6 тысяч гостей и жителей города. Они получили хорошее впечатление от подобранных картин, которые создают атмосферу Урала второй половины 20 века. Этот музей, он про наследие горнозаводской цивилизации. И вот когда в это наследие мы привозим еще что-то, что усиливает, дополняет вот это впечатление, помимо нашего замечательного кирпича, наших ферм, наших механизмов, еще появляется живопись художников, преимущественно уральских художников второй половины 20 века, которые запечатлели на своих полотнах вот этот удивительный уральский мир, в котором есть и заводы, и природа, и человек, и его быт. То складывается в целом общее представление об уральской идентичности. Гостям музейного комплекса повезло еще в одном на протяжении дня авторские экскурсии вела Тамара Галеева, искусствовед, куратор выставки. Именно она тщательно, с любовью подбирала для этой экспозиции картины в фонда галереи Синара-Арт, чтобы максимально правильно передать кураторский замысел. Как рождаются планеты, как они, так сказать, сближаются, как они, вообще, как жизнь на них появляется. И мне кажется, что в этой работе мастеров тоже есть вот это ощущение, как рождение новой жизни. В экспозиции удачно сочетаются современные мотивы и исторические ракурсы, ровно как и место, где они расположены. Пространство музейного комплекса хорошо подходит для таких выставок. Об этом говорит и сама Тамара Галеева. Здесь фактуры, здесь объемы, здесь арки, здесь можно построить конструкции. И это очень здорово, такой немножко как бы лаверинтик сделать. Вот очень гибкое пространство. И замечательно, что владельцы, обладатели этого пространства, вот они рады здесь видеть современных художников. Люди, гости нашего музея, они очень хотели посмотреть именно этот проект, и поэтому они ехали сюда. И заодно они, конечно, смотрели нашу экспозицию, нашу домну, но они ехали ради этих потрясающих картин, которые вы так замечательно собрали, вот в такую концепцию. И примите, пожалуйста, от Северского крупного завода, от нашего музея, вот такой подарок. Выставка «Горнозаводской мир. Люди. Горы. Заводы» будет работать до 30 сентября. У полевчан есть возможность прикоснуться к искусству. Впереди гостей музейного комплекса ждут новые, не менее интересные проекты. Совсем скоро здесь откроется выставка фотографий, о которой мы обязательно расскажем. Ольга Демьянец, Сергей Чижов, Новости 11 канала.